Я, ну, не, не, ну, как? Стоп, я это уже третий раз слышу. Давайте сначала. Успокойтесь. Я, ну, хуй. Вы едете по дороге. Ну, не хуй. Абсолютно не нарушает. Да, и, ну, мусор. И сотрудник ГАИ. Да, и, с них. Из ниоткуда? Да, и, я, я. Вы ему сигналите. Да, и, я. А он не реагирует. Не, я хуй. И вы его как, собьете? И совершили наезд на него. И думаете, что ему там все. Да, да. Понятно. Ну, вы теперь понимаете хоть, что вам светит, а? Минимум пять, пять. Каких пять? Минимум пятьсот. Пятьсот? Лет? Да каких лет? Гривен. То есть, это, долларов. Долларов. А, да, долл, долл. Долларов? Долларов. А как вы думали? Не, не, а какого ху-ху-ху? Вы удивлены, я понимаю, но такие законы. Не, ну, че так дохода? Не, ну, вы понимаете, что вам будет, правильно? Нет, ну, за гаишника вас вряд ли посадят. Тем более, если мы сразу на месте договоримся, я думаю, на это даже глаза закроют. А как это? Ну, вот так вот. Вот такая вот у нас гипердемократическая страна. Все для людей. Да. Ну, доллар. Как нет долларов? А, да, да, эх, 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 ри, ри, ри. Гривны? Ну, гривны-то гривны. Так тут всего-то... Пять. Пять тысяч. Ну, ладно, что с вас возьмешь. А, сейчас. Поможете тело достать? Не, 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 не. Я сам, да? Пять. Пять. Хорошо, будьте внимательны на дороге в следующий раз. Да как ты, нихуя, ну, за... Понимаю, понимаю. Аккуратнее. Счастливого пути! Ты живой? Давай руку. Ты нормальный, за сбитого гаэшника всего пять тысяч гривен просить, а? Так а что с него взять? Пятитонник. Был бы двадцатитонник, я бы с него штуку баксов содрал. О, смотри, идет. Идет двадцатитонник. Идет, красавица. Схему ты понял? Какую? Ну, вот эту всю. Понял схему? Ну, понял. Отлично. Готов? Нет. Вперед. А-а-а-а! Ох! Слышь, труженица, ты что здесь делаешь, а? Да, давай это. Ты нам сейчас всех клиентов, то есть этих, водителей распугаешь. Да? Та же фигня. Только водители вас что-то не особо любят. Ну, не считай извращенцев. Ты это, как бы, с выражением-то поаккуратней. Это самое прибыльное место на трассе. Мы два года его прикармливали. Ага. Та же фигня. Я, между прочим, здесь тоже не первый день, но вы поняли, что я не первый день. Что поняли? Что поняли? Я говорю, не сравнивай. Мы вообще-то гаишники. И шо? А то, что ты зарабатываешь деньги нечестным путем, причем вот таким вот своим вот гадким этим способом. А мы? Мы. А шо мы? Ну? Согласен, неудачный пример. Значит так, братики, смотрите. Я вот от суточки никуда не уйду, потому что место прикормлено. Здесь я зарабатываю минимум штукарь за день. Маски. Не ту работу мы с тобой выбрали, походу. А знаешь, что это? Давай-ка ты, это, вали отсюда, поняла? Вот. А то посмотрим, сколько ты заработаешь за два дня в КПЗ. Ладно, я не гордая, я свалю. А вы горите в аду. А мы оттуда не вылазим, ага. Нам там прохладно. Да. Так, ну шо? Ты смотри, какие сегодня гады все медленные, а? По правилам ездят все. Так мы кассу не сделаем. Ага. Слушай, сейчас, есть идея. Мисс Фрау, Рыжая Бестыжая, вернись! Что ты орешь? Есть деловое предложение. Тебе денег не хватит. Не для этого предложение. Сейчас! Ты что задумал? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сюда можно вас поставить? Вот здесь, девушка. Сам себя поставь. Это не бесплатно. Просто тут постойте, вам все равно где стоять. Ага, вот здесь, да? А мы с тобой, наверное, вот сюда пойдем? Ждем Ну что же вы нарушаете, а? Ну там же знак был Ну простите, ребят, ну На девушку засмотрелся и знака не уйдет Ай-яй-яй-яй-яй-яй На дорогу смотреть надо На знаки Так что, может что-то решать будем Или будем оформлять Не надо ничего оформлять Может быть Договоримся Другой разобор Все, хорошей дороги Конечно Бачишь Пузенко В бизнесе главное что? Партнерские отношения Слышь, партнер Красавчик Фанали дальше О Седьмой за пять минут уже Продолжаем? Да Так Командир А-а-а С оскорблений начинаете, да? Кто вас оскорблял? Да для меня 50 гривен Это уже оскорбление Что так мало мне не даешь? Что я? Мордой не вышел, чи что? Жопою ты не вышел Я и думаешь Ой, я хотел сказать, что Ну Так Седаем транспортное средство Я сейчас всей машиной разберусь И за тебя возьмусь Понял? Понял Здрасте, приехали Здрасте Давай ты документы Такому мужчине я готова доверить все, что угодно Не, ну прям Все не надо А что у вас с аптечкой, там с огнетушителем? Скажите А это правда, что если В постели На инспектора ГАИ Направить радар То он начнет зашкаливать И поломается Ага Ну это я не знаю Так, девушка Ци ваши штучки на мене не працуют Давайте документы Сладеньком Ой, а если их забыла? Или машина в угоне? Так а ну-ка Выйдите с машины Угу Руки на капот Угу Пока А я так еще не четок Ээээээ! Стоять! Стоять, я тебя скажу! Стоп! Ты подиви на него, а! Втік-тихтів! Я тебе зараз роблю Так, а ну давай сейчас Все будешь мене показать аптечку будешь мне тростой секундочку не 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 мужик страхую ты не вышел так что будешь платить штраф и за себе и за нею ох пятка а Григорьич диви що в мене є якщо то не гроші то фигня какая-то то всяк фигня ти що це лотерейний білет я виграв виграв диви 300 гривень а скільки ти купив білетів щоб виграти 300 гривень ну там десь ну 300 300 так розвали тобі як тракториста іванич то шо лотерея лотерея этого настоящий лохотрон никуда ходить не надо о дивись вот этого давай давай ай шучу сержант ступок доброго дня здрасте а что я нарушил ну во-первых вы задаете глупые вопросы а во-вторых я еще и сам не знаю щас мы вместе с вами это и узнаем что и сегодня в нашей лотереи золотое гайи приймают участь таки порушения я перевищение швидкости 500 гривень управлении транспортным средством без прав 1000 гривень управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии 10000 гривень Ну и что ж он не нарушал? Это же лотерея. Тягни давай, потому что вытягну я, а у меня рука счастлива. Нет уж, я сам вытяну, потому что вы с этой рукой меня уже остановили. Ну что ж, будь ласка, будь ласка. Итак, что ж вытягивает наш водитель? Усное попереджение. Джекпот! Джекпот! Поздравления! Спасибо! Вы, будьте обережні, наступного раза не порушуйте! Хорошо, хорошо! Спасибо, спасибо! Я поехал! Езжайте! Вот рисунчик, а? Ты на что поклав сюда усное попереджение? Ну как, ты же сам сказал, что это лотерея и может повезти. Вот бачу, как человеку повезло. Это мне повезло, с напарником. Давай сюда и сви дай. Квиток! Давай сюда! Все! Я его забираю, как компенсацию. Это что? Магазин игрушек? Приквалов. Ха-ха-ха! Это приквал! А вот ты на везучий стопок! Ха-ха-ха! 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 Он чё ж дал бог напарника. За что? Долго! Три? Четыре? Долой беспредел на дорогах! Долой беспредел на дорогах! Дороги честным водителям! Дороги честным водителям! Долой! 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 Оишники для людей! Хватит стричь народ! Долой! Долой! Извините, пожалуйста, что перервал ваш пикет. А в чем причина остановки? Он еще спрашивает, в чем причина. Причина – это вот беспредел, который творится на дорогах. Эти вот крохоборы, которые прячутся в кустах. Вот в чем причина. Да! Хватит водителей обдирать, как липку! Долой взяточников жезлами! Долой! 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 Ничего себе! Вы сами это признаете? Конечно! А что скрывать? Вот вы сами давали взятку гаишнику? Ну, если честно, то… А вот и объясните мне, почему это вы должны давать взятку? Вы, честный человек, едете на какой-то развалюхе, должны считать каждую копеечку. Вот это да! А в это время какой-то крохобор откармливает свою харю на ваши, между прочим, деньги. Вот скажите мне, за что и какой свинье вы давали взятку? А? Ну, вам на прошлой неделе вы остановили меня и оштрафовали за недостаточно пристегнутый ремень и слабый заряд аккумулятора. Это вы взятку давали не мне. Это другому человеку. Он остался в прошлом. Ведь, как вы знаете, если хочешь изменить страну, измени себя. О! Мы себя уже изменили. А теперь, значит, изменим страну. Да. Это правильно. Вот это правильно. Я бы этих крохоборов, этих свиней, вот этих, вот этих, вот этих, я бы их сразу без суда и слез. Вот. Вот. Максималку ему, с нам физка. Такие люди нам нужны. Мы организовываем партию Патриоты Дороги. Да. И нам нужен ваш голос. Я с большим удовольствием. Что от меня требуется? Подпишите. Вот. Петиция подписать нужно. Так, а что? Это что? Протокол? Не обращайте внимания старой бланки. Вот тут, вот тут подпишите. Ага, вот, вот. Да. Вот. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам за неравнодушие. Вам спасибо. Ну, я... А, 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 а. Еще одна маленькая формальность. Да. Членские взносы в партию. Сколько у нас там? 400 гривен. Так сказать, минималочка. Да. Ну, это, это как бы не маленькие деньги. Ну, у нас же двое. Что? Я имею в виду, что вам, жалко на борьбу с коррупцией? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, ну, конечно, на борьбу с коррупцией. Только ради нее. Да. Вот. Ну, а, скажите, а расписаться надо где-то? Вы уже везде расписались. Да. А, и еще один маленький вопрос. Вас не интересует проходное место в списке партии? А вот это интересно. 400 долларов. А вот это неинтересно. Тогда не буду вас задерживать. Счастливой дороги. Спасибо. До свидания. Долой! Как там? Беспредел. Беспредел. Долой! Беспредел на дорогах! Еще 1000 таких водителей, и можно будет новую машину себе купить. Долой старую машину! В смысле, долой старую систему? Старую систему. Ага. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Вы бы кепочку одели, а то у нас все ж таки форма. Да боюсь, кепочка мне причесочку помнет. Я за ней, между прочим, 500 гривен отдал. Сколько? 500 гривен? Тебе что, стригли золотыми ножницами? Нет. Я пошел стричься в барбершоп, там все стрижки не дешевые. Ось, дивись, 80 гривен на райончике у нас стригут, не хуже вашего. Просто тебе там стричь нечего, а в барбершопе, понимаешь, там другая культура. Ты приходишь там, расслабиться можно, поговорить с мастером на интересные темы, ну и в конце концов выпить немного виски. Виски? Да. За 500 гривен? Да. Что-то дорогое нынче виски. Зато это сейчас очень модно. Модно? Да. Слушай, Иваныч, ну если это реально модно, то давай мы с нашего обычного поста сделаем барберпост. Барберпост? Барберпост. Интересно. Мужики! Ого, ничего себе какой красивый гаишник. Слушайте, ну честно, честно, не прав, нарушил. Ну, может, давайте как это, 200 гривен и я поехал, а? 200 гривен это вам стоило бы на обычном посту, а так, добро пожаловать на барберпост. Куда? Барберпост. Это необычный пост. Это стиль жизни. Это закрытый клуб для настоящих мужчин, где ты можешь расслабиться, поговорить с интересными собеседниками, получить хороший совет в жизни. И, конечно же, самое главное, выпить настоящего ирландского виски. Ха! Что, прямо тут, на посту? Прямо тут. Серьезно? Не откажусь. Ха-ха. Так, а? С горла. А, понял. По-мужски. Ну, ваше здоровье. Давай! Давай! Ай! Ай! Отлично! Ай! Красавцы! Ай! 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 Так! И что я вам должен? 500 гривен. 500 гривен! За такой кайф! Эй! Держи! Эй! По 500 каждому! Красава! Вот это, по-моему! Мужский! Давай, давай! Ох! Похойно! Похойно! Все! Все, я поехал! Счастливого пути! Красавцы! Ждем в любое время! Понял! Осторожнее на дороге! Ха! Не вопрос! Ты самый лучший! Так! Опа! Не туда! Не туда! Вот сюда! Вот сейчас задавит! Задавит! Ха-ха-ха! Тихо-тихо-тихо! Я еду! Красава! Давай! Ох! Ах! 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 И шо это мы его таким пьяным просто взяли отпустили, а? Мы? Да! А вот шестой пост? Нет! Это мы тут модные барбер-пост у нас! А они же там неоттесанные мужланы! Шестой пост, шестой пост, пятому! К вам направляется нетрезвый водитель! Да-да! На маленькой машинке такой хер знает как называется! Короче! 30% наших! Ха-ха! Вот ты ступок бизнесмен! И тут все продумал! Ха-ха-ха-ха! Что там осталось? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Мы? Да нет! Ты б***ь! Не! И я не! Вы перепутали! То не мы! Слухай, нам надо лояльность водителей поднимать! Что? Лояльность? Лояльность! И я! Есть у меня одна идея! Доброго дня! Поздравляем! С чем? Вы наш миллионный нарушитель! Э-э-э-э! Не, подождите! Я ничего не нарушал! Мужик, давай не будем портить всем праздник! Хорошо? Поздравляем! У нас акция! Так! Вот! Смотрите! Тортик! Поздравляем! Все так уж вам! Пожалуйста! Ага! Так! Грамота! Ось! Грамота! Почестная грамота! Вручается миллионному нарушителю на посту 324! Аплодисменты! У-у-у! Пожалуйста! А подождите! Музыка! Музыка! Пожалуйста! Пожалуйста! Спасибо огромное! Вы знаете! Так вежитно и чертовски приятно! В вас две тысячи гривень! За что? О! Мы все это предусмотрели! Оц, смета! Вожалуйста! Оц, назнаемтеся! Ось тут все написано. Ось тут тортик, грамота, принтер цвітной, струйный, шарики, ну и оркестр МВД сводный. Ну, им там буквально на маршрутку и все. А вот это четыре порции шашлыка. Ну, мы вас очень долго ждали, поэтому немного проголодались. Ну, скажу вам так, шашлык был очень вкусный. Да? Дякуймо вам. Дякуймо. Вы что, издеваетесь? Что это издеваетесь? Что, какие-то проблемы? Або платить штраф, або на штрафплощадку заберем машину и все. Хорошо. О, другое дело. Счастливого пути. Еще раз поздравляем. Залиштесь, будь ласка. Скажите, будь ласка, як вам наша акция? Оцініть ее від одного до п'яти. І як вона на вас повлияла? Повлияла. Ну, як? Рассказывайте. Раньше я думал, что вы просто пи***цы, да? А сейчас я думаю, вот после всего этого, что вы пи***цы и пи***цы. Дякуймо за ваш отзыв. Это очень полезно для нас. Счастливого пути. Давай же вели отсюда. Заколебал. Ходить тут мостится. Я тебе так скажу, Иваныч. Ху*** твоя лояльность. Вот схема рабочая. Поехали дальше. Я за тортом и за шариками. Иваныч, я тут подсчитав, сколько мы заработали за цей месяц и поняв... Что треба менять работу? Такие правила, такие, как нам нужно. А теперь вот новое правило. Вы, если читайте... Зеркала... Зеркала... Должны... Должны... Блещать. Блещать! Спочатку мову вивчить, а потом за руля седайте. Скажите, пожалуйста, а почему в мове столько ошибок? Какие ошибки? Ошибки. Где ошибки? Грамматические. А, то ж... Вы вообще не в курсе, какие новые законы выходят, да? Это же новые правила правописания. Теперь правильно вот так вот. Так, за грамотность нам ведь штрафуют? Ага. Да. Ух ты. Грамотиям, как вздос. Ага. По новым законам. Так что, есть у вас средства для близко на зеркалах? Что за средства? Что за бред? А таке специальное средство, чтобы машинка блещала, как у кота яйца. Там так написано. Да, действительно, дивися. Как у кота яйца. Яйця. Ян. В кінці я. О. Так что, давайте. Все, всего 200 гривен коштує. Можете у нас не брати, конечно, но там далі пост стоїть такий, що там такі звері, що з вас здарують всі 400. Я, кажется, понял. От, возьмите. Ага. Ось, будь ласка. Ой, трохи мало. Ну, якщо взболтати, то почти повно получається. Ага. Тримайте. Так, шо у нас еще там? Все. Каска у вас є? А, каска. Зачем каска? Я же не на мотоцикле. А, по новим правилам. Ось, дивіться. Шо на мотоцикле, шо без мотоцикла, об'язані бути в шлемі. Всього 500 гривень. А, об'язан бути в шлемі. Бути в шлемі. Угу. Вчить. Вчить. Я понял. Осьо. Осьо. Вот, возьмите. О, хорошо. Это все? А вазелин в аптечке єсть? Зачем в аптечке вазелин? Ну, мало ли, що на дороге буває там медведи, лоси. Я понял. Нет вазелина. Всього 30 гривень. Осьо. У мене якраз є. Ага. Тебе з собою був вазелин? Ну, ти сам казав, що близні водії бувають. Ну, да. Все. Денег нет. Я могу їхать? Да. Счастливого пути. Слушай, Григорич, круто ти з новими правилами придумав. Ага. Все ж потому, що для людей. Так, всі правила були для людей. Слухай, тобі треба в депутати йти. А чого думаєш, не піду? Ще і як піду. У мене все для депутатства вже є. І пузо, і наглость. А ще й безграмотність. Опять же, ще один плюс. Тільки є один нюанс. Щоб стати депутатом, треба бути безробітним. Тому йди звільняйся, а я поки за тебе попрацюю. Ого-го-го, стоять. Щоб я проміняв свій любимий пост на депутатство? Ні-ні-ні-ні, іщіть дурни. Я чотири Верховної Ради пережив. Чотири скликання. І п'ятий переживу. Так що, давай, патруліруй, Іваныч. Тому що напишу нове правило, що на посту повинен бути тільки один гаїшник. Та ладно, що ти починаєш одразу один гаїшник? Я нормально попрацюю. Ти диви на нього. Щоб депутатом не стало, вже така сволота. Ох, і жара. Хоть би вітірок який, не можу. Звучить, люди добрі. Скажіть, будь ласка, як мені на Київ проїхати? На Київ, дед? Так на Київ, а то потудал. Спасиба, люди добрі. Ох, і жарко, не можу. Мені біжна з півка холодненького. Ісполняю. Трах тебе до. Бім салабі махалай, махалай. Дякую. Нифига. Холодненькое. Це че було таке? Я не знаю, але мені нравится. Дед, ти че, типо джин, що ли? Ну, що тіпо того. Охренеть. Тоді саме розпространенне желання. Хочу мільйон баксів. Мільйон баксів! Мільйон баксів! Мільйон баксів! Мільйон баксів! Мільйон баксів! Ходжі. Харків! 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 Я увольняюсь, ну его нафиг, нафиг рожу твою наглую, и тебя нафиг, всех нафиг. Ты что, не мог нормально попрощаться? Зачем ему это было сейчас наваливать? Знаешь что, пускай у тебя тогда, вот, дед, знаешь, что ему сделай? Всполняю. Это чего, рога, что ли? Да. Ах ты ж, козлина, ты что загадал? А, козлина, ты на себя в зеркало посмотри, ты. Да про твою жену уже все давным-давно знают, кроме тебя. Что? Ах ты, козлина. Дед, знаешь, что ему сделай? Вообще, что бы у него, а? Исполняю. Ага, получил? А где? Точнее, потерял. Что ты делал, дед, зачем? А где пиписюня моя? Все, Синя не так будет. Я как без него буду? Ага, Синя. Сволочь такая. А тогда пускай у тебя во лбу между рогов, знаешь, что вырастет? Ханда-ханда-ханда-ханда! Не надо, дед, не надо! Не надо, не надо! Не надо, не надо! Не надо, не надо! Не надо, не надо! Говорю, надо, надо! Просыпайте, надо, надо! Давай, давай, давай! Че, че, че с тобой? Ну? Где вы миллион баксов? Чего? У тебя пизюн уже появился, что ли? Какой пизюн? У тебя реально солнце напекло. Солнечный удар у тебя, наверное. Ты сходи, я не знаю, воды попей какой-то. Да нет, это было как будто все по-настоящему. Да что было? Фу, блин, испугал меня только. Дед. Здрасте, люди добрые. Может, подскажете, как проехать в град стойный Киев? Ничего ему не говори! Это он! Это демон! Это демон! А-а-а! Напарник мой, дед. В Киев туда тебе. Спасибо тебе, добрый человек. Конечно, конечно. Может, надо тебе что? Да нет, шутишь, что ли? Что с тебя взять, я не знаю. Миллион баксов пускай мне с неба упадет. А-а-а! 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 Миллион баксов! А-а-а! Откуда? Прямо на голову упал! А-а-а! Голова! Е-мое, я шо, юшенька зупынил. Так, доброго дня! Отпустите меня, пожалуйста. Мне срочно в больницу надо. Ты шо, больной? Умираю. Ну, это мы сейчас решим. Умираете вы или на штрафплощадку поедете. Документы дайте ваши. А-а-а! Отпустите, пожалуйста, отпустите. Документы, я кажу, давай. А-а-а! Ну, в бардачке возьмите. Шо, я еще должен за тебя брать в бардачке? Шо, сам не можешь дать? Я не могу. У меня руки к рулю прилипли. Шо це вони прилипли? Мед! Мед! Так, ни хрена не понимаю. Иваныч, дай сиди! Ты давай на чё. И шо с ним? А я хрен его знаю. Шоць его трусить в больницу, больной, руки оторвать не может. Слухай, я таке в кино бачу. В таких костюмах там один химик наркоту гнал. Та ладно. Так. Так, а ну то є. А ну масочку знімить. Не могу, руки прилипли. Мед, мед. Мед, мед. Точно. Они так и называли его там мед, че мед, шось таке було. Ага. А-а, я шось бачу. Так, а ну знімите его. А-а-а. Ох ты ж ёшкин. Який ж він гадкий. Плющит, чи шо у нього? Та у нього передоз. Передозняк. А-а, уважаемый, запрещені препарати якісь в багажнику єсть? Домики для пчел. Це шо? Плюха. А, це, мабуть, мини-лабораторія. Домики, мини-лабораторія. Там сіки наркотуши нам звёзды нові дадут. У-у-у-у-у. Так а ну давай багажник. Вичинай багажник. Багажник. Щас я открою. Не надо. Не надо. Закрый ротно. Поймали уже все. Зараз я. Ай-яй-яй-яй. Це шо? Реально пчёлы? А? Так а ну вали жиці. Быстро. А-а-а-а-а. Фу. Іванич, вона ззади, ззади. А-а-а-а-а. Да попадай по ней, скотина! Всем привет! Сегодня я в очередной раз вам покажу, какие беспределы творятся на украинских дорогах. Только что меня остановил полицейский, без видимой причины, наверняка хочет взятку. Я знаю свои права и правила. Посмотрим, знает ли он. Добрый день! Добрый день, инспектор ПДФ, ПДС Петрыкин! О! Ваши документы! Ну, во-первых, я ничего не нарушал. Во-вторых, представьтесь, пожалуйста, и назовите причину моей остановки. Вы можете спросить у документы у сотрудника полиции и знать причину вашей остановки. А с кем это вы там разговариваете? Вы что, пьяный, чи что? Я разговариваю с теми, кого вы больше не сможете развести на деньги. С теми лохами, что вы тут уже проезжали, я их штрафанул. Конечно, они ж больше тут ездить не будут. Нет, как раз с теми, кто посмотрит это видео. Я блогер, и я выложу все это видео в интернет. Я снимаю это на камеру телефона. А-а-а! Дякую вам, что сказали, что вы это все снимаете, а тогда едьте себе в шот. Не так быстро. Назовите, пожалуйста, причину моей остановки. Если вы заметили, я ехал по правилам с допустимой скоростью, пристегнутый. У меня есть аптечка и огнетушитель. Если бы я ехал на спецтранспорте, я могу быть не пристегнутый, но я ехал не на спецтранспорте, поэтому я пристегнутый. А-а-а, ну, видите, вы сами все знаете. Едьте себе. Нет уж, это вы мне расскажите, пожалуйста, причину моей остановки. А-а-а... А я вас зупинил, зупинил, чтобы... А-а! Чтобы пожелать вам счастливого пути. Счастливого пути. Мой путь не обязан быть счастливым. Согласно пункту 2, параграфа 8, статьи 14, дроп 8. Вы не имеете права желать несчастливого пути. А-а-а, тогда я не желаю вам счастливого пути. Не желаю. Серьезно вы сейчас? Я выдумал это правило, я проверял. Знаете вы вообще правила или нет? А что это вы правила выдумываете? А вы вообще знаете пункт 2, параграфа 2, абзац 4, правил дорожного движения, статьи 12, дроп 4, параграф 8. А-а... Вы должны попросить у меня документы. А-а-а, да? А-а-а, не, ну если вы так просите, то давайте ваши документы. А раз вы не знаете этого пункта, значит вы не имеете права просить у меня документы. Если он не знает правила, он не имеет права просить у вас документы. А-а, да что-то вы меня запутали. То вы хотите, чтобы я документы подавился, то не хотите. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы правила выучили, наконец-то. Так, я уже устал от вас. Идьте уже, будь ласка. Вот, видите, то, что я вам говорил. Знаете свои права, учите правила. И не допускайте таким, как он, брать у вас взятки. Ах, черт, телефон сел, не записал концовку. Телефон у вас сел? Я говорю, я поеду, всего доброго. Так, не так швиденько. Телефон у вас сел, да? Так, ну шо ж, давайте, мабуть, почнем. Подивимся, шо у вас там с номерами, аптечка там, домкрат, трос, все дела. А шо ты думал? Я шо тобі? Дурак ці всі правила учить. Я вже тут з тобою п'ять хвилин потеряв. Вже мав би заробить, ну, працюю я тут, розумієш? Давай, выходь з машини. Ай-яй-яй, шо ж вы нарушаете, а? А шо я нарушил? А шо с тобі скажуть, шо він нарушив? Статья 45, пункт 122, ч. 1. Шо? Це шо таке? Превышение скорости. А, превышение скорости, а? Ну як же так можна? Так, давайте зараз штраф сразу оплачуєм. Счастливого пути я вам не желаю, так в правилах написано, 9 дробь 1, да? Правильно? Да нет такого правила, я же сказал, я выдумал его. Может я домой уже поеду? Нет. Пока я всі правила не вивчу, нікуди ти не підеш. Так, ти їдь, диви, воно ще один кошельок їде. Ой, той, нарушитель їде. Ай-да! Доброго дня! Вас вітаю, VIP-пост Дорожно-патрульної служби України. Сьогодні вас ослуговую я, сержант Ступок. Для початку оберіть, будь ласка, мову спілкування. Якщо один, то російська, якщо два, то українська, якщо три, то суржик. До речі, він стоїть по умолчанню, якщо шо. І четверте, то гуцульська. Гуцульська? Дякую за ваш вибір. Як сумаеш, йо, спекотна погодка. Пайний саданчик, то є польський бляхер, йо. А, щото я вообще вас не понимаю. А можна язык помінять? А вже ж. Один, то є премоскальський сурдодіалект, а два, то співучо-українська бова, а три, то суржик. Три. Суржик, як я вже сказав, по умолчанню. Дякую за ваш вибір. Дякую вам. Що ж, продовжимо. Далі. Яка стать інспектора, який би ви хотіли, щоб вас покарати? А що, і так можна даже? А як ж. Якщо один, то чоловік, якщо два, то жінка, якщо три, то чоловік, який думає, що він жінка. Ну, два, звісно. Звісно, два, да. Дякую за ваш вибір. Ага. Здрасте. А що ми тут нарушаєм? Нарушаєм, ми тут, да, нарушаєм. А зараз оберіть, будь ласка, покарання. Якщо один, то покарання через оплату в банку. Два, порішаєм на місці. І три, карає Філіпова. Звісно, три. Будь ласка, караєм. Ага. Ідем, нарушитель. О! Ох ты, нічого себе! Время! О! О! Слушайте, хороше наказання! Ось буду все время тер скорость превышать. Ну, як вам сподобалося ваше покарання? Отлично. По п'ятій больній системі? Чотири, п'ять? Ну, чотири з половиною, якщо честно. Дякую, дякую. Ну, що ж, ось, будь ласка, ваш чек. З вас п'ятсот доларів. П'ятсот баксів? Да не так-то я уже сильно скорость превысил. Ну, якщо ви не хочете оплачувати штраф тут, на місці, то через 20 хвилин запис вашого покарання буде в Ютьюбі. От гады, а? От вы, крахоборы. Ну, шо ж, гаїшники есть гаїшники, блин. Ладно. О, п'ятсот баксов. Дякую, що скористалися нашим ВІП-постом. Счастливої дороги. А, до свидания. П'ятсот баксів за шо? За вот это? За вот это. Ой, иди отсюда. А-ха-ха-ха. А ты видишь, Ступок, схема-то моя работает. Значит так, вы вместе с нами в одной вот этой вот, как сказать, корпорации, сколько денег, да? А вот прикинь, если в следующий раз они выберут вас в качестве наказания. О, то будеш, поливили. Давай процент. Чипун тебе на язык Филиппова. Он уже там сладкий. Да ну тебя, Филиппова. Ра-та-та-та-там. Здрасте. Здрасте. Доброго дня. Младший сержант Пузенко. Ну что ж вы так нарушаете, а? Что, мы слишком быстро ехали? Да нет, ехали хорошо, нормально. Но, но использование звукового сигнала и ближнего света не по назначению. Это как бы, ну, штраф. Так это же традиция такая свадебная. Традиции любите, значит, да? Да. А куда едете? В ЗАГС мы торопимся. У нас роспись. Отпустите нас, пожалуйста. Всем сердцем разделяю вашу радость. Спасибо. Такое прекрасное, радостное событие, как бы, не повод для того, чтобы не платить штраф. В смысле штраф? Ну, вы поймите, мы на самом деле просто... Ну, так все делают. Да! Сигналили, моргалили, это же свадебные традиции. Конечно. Традиции? Да. Традиции. Ехать хотите? Да. Хотим. Отпускаю вас. Спасибо. Огромное, спасибо. После исполнения одной, значит, традиции. Слушайте, как-то случайно совершенно у меня оказались ползуночки, да, на мальчика и на девочка. Ну-ка, вы же хотите знать, кто у вас будет? Мальчик, девочка. Поэтому давайте, мальчик, 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 мальчик. Давайте, давайте, давайте. Вот, смотрите, вот, на мальчика. Давайте, очень хорошо. Пожалуйста. Ой, ой, какие же вы молодцы. Но, слушайте, как обидно получается. На мальчика-то денежку дали, а на девочку что, получается, нет? Вы что, девочку не хотите? Нет. Хотим, очень хотим девочку. Девочка, девочка. Вот, на девочку, вот, пожалуйста. Всё, мы можем ехать? Да. А неужели вам неинтересно узнать, кто победил? И так понятно. Да, победила девочка. Девочка. Всего хорошего. Какие вы молодцы. Прям хочется, чтобы вы поехали уже. Но есть ещё одна свадебная традиция, для которой я попрошу невесту выйти из машины. Зачем? Я сказал выйти из машины. Выйти из машины, я же сказал. Ну выйди, выйди, выйди. Выйди, выйди. Вот. Пожалуйста. Становитесь рядом со мной. Это что ж у нас получается, а? Стоило жениху отвернуться, как невесту украли, а? Я сказал, украли невесту. Стоим здесь. Неужели жених не выкупит её, а? Ну конечно же выкуплю. Конечно же. Вот, пожалуйста. Где моя суженая, где моя ряженая? А вот я тут. Нет, не тут. Ну как, получается, что всего 200 гривен, что ли? 200 гривен, что ли, всего, получается. Ну, если бы я был на вашем месте, я бы за такого жениха не вышел. Саша, дай ему уже, чтобы он... Возьмите ещё. Ой, как много денег. Да. Вышло бы за такого. Точно. И вот чудо, невеста возвращается к жениху. Да. Всё, мы можем ехать уже. До свидания. Невеста ещё не съела. Я понимаю. Всё, можем ехать. Вы можете ехать, но как же вы поедете, если вы не попробовали настоящий свадебный торт? А? Я мигом. Больную на голову какую. Вернулся. Неожиданно. Сам удивлён. Начальная цена свадебного торта 700 гривен. Сколько? Тысяча. Саша. Господи, да. У вас нет ни совести, ни стыда. Зато у меня есть торт. Держите. Вот. Держите. Спасибо большое вам. Хоть ваша жизнь будет сладкой, как этот торт. До свидания. До свидания. Совет вам да любовь. Ты сдох. Оп, 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 оп. Тихенько, тихенько. Так. Куди це мы так летемо, а? Давайте документы на транспортное средство и лицензию на перевозку. Вы нормальны вообще? Это коляска с ребёнком. Так а шо я ненормального сказал? Давайте документы на транспортное средство и лицензию на перевозку. Чего? Четырёхколёсное транспортное средство движется по трассе с подозрительно медленной скоростью. Це і вызвало подозрення у інспектора. А може ваш інспектор дебил? Може і так. Ніхто не спорить. Але давайте документы на вашу коляску. Це що, якась шутка, я не понимаю. А я ж не знаю. Коляска ваша, не ваша. Документов ж на нього нема. А нічого страшного, що там мой ребёнок. А це ще треба выяснить. Ваш цей ребёнок не ваш. Але нехай цим поліція займається. Моє дело – це транспортне средства. Ладно, і що я нарушила? У вас нема ніяких документів. У вас ребёнок не пристёгнутий. А, іще у вас, мабуть, і аптечки нема? Є аптечка, є. Ага, аптечка є. А може у вас ще є трос, запаска, огнетушитель. Я бачу у вас резина лыса. Слухайте, а може ви просто на солнішке перегрелись, а? Слухайте, давайте щось решать. Или ваша коляска піде на штрафплощадку. Ха! Ага, доброго дня. Здрасте. Що происходит? Що происходит? Ваш вот этот вот колега, извиняюсь за выраження, дебил. Ну, или бухой. Ну, скорее всего, и то, и другое. Знаете, у нас работа непростая, но не переживайте. Сейчас со всем разберёмся. Значит, документы приготовьте и транспортное средство к осмотру тоже давайте. Чего? Слухайте, я вам сразу указал, давайте тут все на месте порешаем. А так придётся все через суд рубить. Ну да. Да это я на вас в суд подам, на обоих. Гражданчик, вот успокойтесь. Вот не нужно, не нужно нервничать. Давайте досмотрим транспортное средство. Пожалуйста. Так, что тут у нас? Ой, ха-ха-ха. Досматривайте. А, да. Омыватель, я понимаю, да? Да, правильно понимаете. А, зимний? Весенний. Трёхмесячный. А набирают по объявлению. Вот сюда, вот сюда, гражданочка. Вот так. Фу. Молодец, сыночек, молодец, моя зона. Вот мамашки. Ну да. Слушай, не сильно мы с ней, а? Так а як якщо навчити по проезжей части не ходити? Ну да. Слушай, а если бы она денег всё-таки дала? Ну, я... Якщо б дала. Якщо б дала, то нехай ходи, где хоче. Ну да. Инспектор, отпусти, я очень спешу, очень. Знаю, знаю. Все мы куда-то постоянно торопимся. Как говорил философ Кант... У меня нет времени слушать, что говорил Кант. Философ Кант сказал... Как я виноват пред вами, инспектор? Давайте, может, как-то договоримся. Вот так и сказал. Вы знаете, а я вот на одну секундочку всё-таки поверил, что кто-то забыл у вас в туалете книгу, и вы хоть что-то прочитали, кроме надписей на банках из-под пива. Грубим, да? Понятно. Будем оформлять протокольчик. Не надо оформлять. Слушай, я акушер. Акушер, у меня женщина рожает. Знаешь что, акушер, тут до тебя у меня уже были и депутаты, и космонавты, и певица, которую знают все, кроме меня. Как я повёлся, идиот, вообще не понимаю. Так что, видали мы уже таких. Алло, да, как, как, уже? Срочно делайте эпидуральную анестезию. Ага, передуральную. Срочно. Ну, женщина рожает, ну, вот послушайте сами. Да старый трюк. Передайте роженице, эй, роженица. Вы, как только закончите там рожать, вы сразу же можете идти оплачивать штраф ГАИ. Григорьевич, да тебе зазвониться не может. Там твоя жена рожает. Катюха? Алло. Катюха, ты что, рожаешь? Ты что, беременная? Откуда я знаю, ты сказала, воды отошли? Я... Чего, придурок, то еду, я уже еду. Поехали, поехали. Так на чем ты сам бензин злил? Это, акушер. Поехали, поехали. Ой, а как же ж? Знаете, как сказал великий Кант, хрен мы поедем без ключей. Катюха, дай сюда. Катюха, дай сюда. Катюха, дай сюда. Инспектор ДПС Петрикин, а что это у нас отбывается тут такое, а? В смысле, что вам не нравится? Что вы делаете? Я все вижу. Все он бачит. А что же вы не побачили знак там, а? И превысили скорость. Оно, дивиться, на 20 км. Этого не может быть. Я не нарушал. Да ладно, ты что, думаешь, у меня радар брешет, чи что? Вы называете это радаром? Знаете, это устаревшие технологии. Вы бы еще феном скорость проверяли. А ты думаешь, чем мы раньше скорость проверяли, пока нам радары не выдали? Знаете, я как раз занимаюсь программированием вот этих вот штучек. Слушайте, давайте я его вам перепрограммирую, вам уже выгоднее будет. А вы меня отпустите. Ну не знаю. Ну ладно, давайте перепрограммируйте. Только аккуратно там, что я, зря на 20 км накручиваю, чи что? А что вы делаете? Оно, радар перепрограммирует нам. Перепрограммирует? Ага. А можно так, чтобы он лазером стрелял? Что, простите? Лазером. Перепрограммируйте. Вот, все готово. Пробуйте. Что, можно лазером стрелять? Да каким? Так. Что-то ничего не поменялось. Подождите. Вот. О. Зачисление на счет 300 гривен. А яхт. Это новое программное обеспечение. Если водитель превышает скорость, вам даже его останавливать не нужно. Сразу же идет зачисление на ваш счет. Чу, лазером прикольнее было бы. Сразу на две части так. Да каким лазером? Мы зараз тут столько бабла насшибаем. Я тебе лазерную пушку куплю. Простите, я могу ехать? Да давай, едь. Едь уже, едь. А ну. А ну. Так. Так. Оба-на. Есть. Контакт. А ну стань. Ты чего на меня направляй? А я в тебе долг забираю. Помнишь, ты у меня гроши отдал? Так я ж тобі верну. Помнишь? Ось. О, а ты что делаешь? На, что ты это делаешь? Ага. Ты мне еще будешь... Ну, нормально. Так, ну дай сюда. Дай сюда. Дай мне его. Дай сегодня моя смена. Дай мою. Дай. Ты что, охренел, что ли, рожа мусорская? Ты на кого радар направляешь? Товарищ генерал, это современные технологии. Сразу штраф у дистанционного снимает. Ца вин. Ца вин. Нет, ца вин. 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 Дай сюда. Охренели, что ли? Есть буквально пару дней вот этих вот... И я банкрот. СМЕХ Классная херня. Ха-ха-ха. Это я забираю. О, почти в ноль вышел. Значит так. Новая технология, это, конечно, хорошо. Но я люблю больше по старинке. Ну-ка, карманы на руку. Чу! Ха-ха-ха. Вот гад. Уси гроши забрал. Ха. Вин шесть телефона снял, а? Ё-моё, дай позвонить. У меня все пять ревень осталось. Плёхай, мне осталось вообще, забрал. Ну шо? Да не давай по старинке. Давай. Я на глаз, а я на звук. Поехали.